Приветище! Это Легенда о Зельде. И как ты помнишь, в прошлой серии мы практически всё вспомнили. Практически потому, что ещё будут воспоминания, но основные, которые нас попросила вспомнить бабушка Тимпа, мы вспомнили. Бабуль, я всё вспомнил. Вижу, меч вернулся к своему господину. Я знала, что у тебя всё получится. Вместе с этим мечом, сокрушителем зла, вы образуете единое целое. В таких руках он обретает огромную силу. Не подведи принцессу, она верила теперь в судьбу всего мира. Я чувствую, они здесь. Дорог, урбоза, ревалии и мифа. Сто лет назад я сражалась вместе со всеми, но не смогла им помочь. Они погибли, не исполнив своё предназначение. С тех пор у меня терзала мысль, что их души никогда не обретут покой. Но сейчас я чувствую их силу. Все эти годы они продолжали надеяться и верить. Уверена, они были очень рады снова увидеть тебя. Вас всех объединяет общая цель. Теперь, когда Ганнон ослаблен, вы должны нанести ему удар. Ступай и спаси принцессу. Ты найдёшь Ганнона в замке, Хайрул. Несмотря на то, что чудище теперь на твоей стороне, тебе нужно быть очень осторожным. Ганнона защищает могущественные чары. Будь готов ко всему. Бабуль, но я ещё воспоминания вспомнил. О, так ты уже побывал во всех местах с фотографиями. Похоже, пришло время рассказать тебе о последнем воспоминании. Видишь ли... Зельда велела оставить его напоследок. Вот место последнего воспоминания. Узнаёшь? От этой деревни до него пол дня пути. Да, я там был. Я буду очень рада, если ты найдёшь это место и узнаешь, что хотела сказать тебе Зельда. В общем, это... Четыре чудища выполнено. В общем, это место похоже на кладбище стражей. И мы там с тобой проезжали, когда ехали в деревню... Точнее, в Хотенский институт. Так что я вполне уверен, что мы найдём быстренько это место. В общем, забежал я в конюшню, где находятся две горы-близнецы. Заказал свою лошадь. Ну, как заказал, попросил, чтобы её привезли. Заказал свою лошадь. Звучит, как будто я киллера нанял. В общем, я попросил, чтобы мою лошадь привели, так как путь у нас дальний. И без конягулы нам не обойтись. Поэтому, что такое? Игу-гобра, ну тихо, тихо, тихо. Давайте поглажу. Небыч, небыч. Всё, погнали. Ну вот, собственно, мы и приехали. В принципе, тут относительно на коне не так уж и далеко. Здесь кругом развалены. Стражи валяются. И где-то здесь должно быть воспоминание. Вот она, эта полянка. Единственное, я не помню, было ли на картине видно вот этот огромный здоровый забор. Вот оно! Вот оно где! Нашёл я его! Прям в центре и гуще событий. Короче, здесь была война. Сто процентов. Сейчас мы это вспомним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прошу, не умирай, Линк Как это спасти его? Линка? Его можно спасти? Принцесса! Принцесса, вы не ранены. У меня для вас срочное поручение. Этот человек, вы должны отнести его в святилище жизни. Спешите, пока в нем еще, еще не угасла жизнь! Линк, ты вспомнил все, что мы пережили вместе сто лет назад. И я здесь, в замке Хайрул, я жду того дня, когда ты придешь и победишь Гамена. Фотографии на память выполнено. Ну что, Линк, освежил свою память? Все вспомнил? А теперь пора бы и Зельду спасти вместе с Хайрулом. Светилище жизни Прежде чем мы направимся к самому Ганану, в замок Хайрул, необходимо заглянуть в святилище жизни. Дело в том, что когда мы были в Горнграде, сама Зельда нам сказала, что нужно вернуться в святилище жизни. Здесь нас кое-что ждет. Оказалось, здесь нас ждет интересное оружие, которое мы можем взять. Но все не так-то просто. Это оружие, оно отнимет у меня все здоровье. Практически все. Сейчас я тебе покажу. Герой, ты вернулся. Да, дело в том, что я уже пытался пройти это испытание. И оно чертовски сложное. Возьми же дезинтегратор и вновь докажи свою храбрость. Помни, этим оружием ты уничтожишь врага одним ударом, но и сам сгинешь от единой раны. На великом плата истреби монстров, чьи логово отмечены на карте. Это твое испытание силы. Итак, меня лишили всех сердец, за исключением одной четвертой части. Маленького сердечка. И с таким количеством я должен победить четыре. Вот они, четыре. Логово монстров. Но, у меня есть одно преимущество. Вот это оружие, которое у меня есть, священное оружие. Оно может уничтожать врага с одного удара. Неважно, какой это враг. С одного удара я его смогу вынести. Но, минус есть у этого оружия. Кругом одно но. Я могу ударить двух противников. После чего они погибают, естественно. И это оружие перезаряжается. В момент перезарядки это обычная вот эта вот штуковина. Она не наносит нисколько урона практически. Зато перезаряжается оно очень быстро. И как ты можешь увидеть, мы словно находимся во сне. Это не настоящий хайрул. Ну, по крайней мере, мне так ощущается. Итак, первое логово монстра, в которое мы сейчас отправимся, находится прямо перед нами. Если ты сейчас скажешь, что, ну, блин, покушай немного, восстанови здоровье. Я тебе сейчас покажу, что произойдет. Вот у нас есть перчик, который восстанавливает пол сердца. Мы его едим. Восстанавливаем хп, все замечательно. Еще сидим. Все, перца у нас больше нет. Да, в принципе, я тратить больше ничего не хочу. Смотри. Хоп. И все сердечки у меня снова отняли. Таковы правила этого испытания. Здесь все сложно. Сложность заключается в том, что здесь летают летучие мыши. Так, вот первый свин. Мы его с одного удара выносим. Просто вообще, как мне фиг делать. Еще один свин вон там. Он ко мне, надеюсь, подойдет. Свин, иди сюда. Херак. Все. Меч у меня должен сейчас перезарядиться. Вон летучие мыши. Все, вот этот. О, вот этот опасный чел. У него есть длинная палка. И мне нужно взять другой щит. Надо воспользоваться вот этой штукой. Давай, давай. Хотел использовать силы урбозы, но, по всей видимости, у меня их тоже лишили, да. Сил урбозы тоже нет. Печалька. Короче, вся надежда только на мои способности. Даже испытание с мечом оказалось намного проще, чем вот это. В общем, предлагаю проходить все это дело на стелсе. По одному будем выстегивать и убивать. Это, по-моему, самый оптимальный вариант. Один нас заметил. Получил по щам. Можно, конечно же, использовать магнезис. Мы сейчас и мы будем пользоваться. Также тут лучник стоит. Сейчас мы его уничтожим. Надеюсь, с одного выстрела получится. В голову. Ах, черт. Он... Есть. С одного выстрела у нас получилось. Но он нас быстренько запалил. Больше всего я боюсь, конечно же, летучих мышей. Они стаями летают. И от них очень сложно отбиться. Щитом укрылся. Ах ты, негодяй. Что ж... Вон там стоит еще один бокоплин. Его мы попробуем уничтожить стадисом. Черт побери. Ну вот. Ну вот, ну вот, ну вот. Это очень плохие новости. Очень плохие. А еще плохие тем, что... Надо залезть на дерево. Залазим на дерево. Я ни черта не вижу. Облетаем все это дело. Получил. Убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем. Ух, летучие мыши. Мимо. По стелцу не пошло ничего. Все пошло не по плану. Летучие мыши, летучие мыши. Прям на меня летят. Черт возьми. Как же от них избавиться? А еще вот этот... Свин с палкой. Мне до него просто не добраться. Он... Капец, как далеко. Так, он махает, махает, махает. Может его просто с лука вырубить? Летучие мыши. Про них не забываем. Не забываем про них. Есть готовчинка. Остались летучие мыши. Как же с ними быть? А, точно! Давай-ка мы возьмем с тобой просто контейнер металлический. Надеюсь, это нас спасет. Ну, а если не спасет, то мы сейчас просрем все. Все, мы просрали. До меня только сейчас дошло. А что если мы в этих летучих мышей бомбанем бомбящую стрелу? Ну, то есть взрывную. Может быть, это нам поможет? Ладненько. Вон они, летучие мыши. Мы сейчас сделаем по-хитрому. Залезем сюда. Вот так вот, чтобы нас не запалили. И будем всех бомбить сверху. Так, готово. Осталось только до летучих мышей как-то добраться. Сейчас я сразу перезаряжу лук на взрывные стрелы. Так, нас запалили. Интересно, попаду ему по шапке или нет? Опа! Нормально, но у него здоровье просто адовое количество. И он еще со стрелами молний. Это прям вообще нехорошо. Ладно. Попробуем его поджечь. Опа, и летучие мыши активизировались. Летучие мыши. Попаду не попаду у вас. Есть, парочку уничтожу. Мы загорелись. Ух, как близко они пролетели. Сейчас еще раз бомбану. Что, все, я их спугнул? Кажется, да, я их спугнул. Отлично. От летучих мышей мы избавились. Значит, можно спрыгнуть вот за этим чуваком. Прыгаем. Привет. Отхватил. Побегаем теперь отсюда. Как будем двигаться с тобой? Давай попробуем с этого ракурса зайти. С этой стороны. Что мы видим? Мы видим там белок. Белки нам не нужны, они нам не вредны. Я забыл, кстати, про статис совсем. Я же могу застанить кого-нибудь. Вот, например. Вот этого чувака. Блин, не получилось. Но и так тоже неплохо. Это был копейщик. Один из сложных противников. Потому что он всегда пытается держать их на дистанции. Что у нас тут? Опачки. Здорово, ребят. Не-не-не, с ними я обычными стрелами буду разбираться. Вот так. Кажется, нас услышали. Ты спишь, пупсик, или нет? Дай в головешеньку ему. Оп. С одного выстрела. Обожаю уничтожать противников с одного выстрела. Но это не всегда срабатывает. Готов. На нас палили другие. Ой-ой-ой. Вот этот, конечно, мощный. 240 хп. Пошел вон. Тебя я не пущу. У него магическая палка. Все. Выстегли всех. Если он, конечно, махнул бы своей магической палкой, то мне было бы кренты. Жезл гроз у него. Что будем делать вон с тем чуваком? Это же... Это же ты посмотри. Это же мед. Мед. Мед мы заберем. Мед нам всегда нужен. Так. Как нам быть? Что нам сделать? Надо не профукать момент и загнать его в статис. Это будет чертовски сложно. Попался. Есть! И что нам тут дали? Ой. Кажется, это еще не все. Послушай-ка, это столпы, похоже, как у Ганана. Только это не совсем столпы-то, а... Светилище. Ладно, что нам за лук дали? Лук-средоточие, плюс 13 к урону. Традиционный лук-шика. Поговаривают, если сосредоточиться перед выстрелом, так, чтобы лук и сердце стали едины, то даже отдельные цели покажутся близкими. Интересно, в светилище сейчас нужно заходить или нет? Светилище Йовка-Ита. Ладно, давай сейчас попробуем зайти в светилище. Хладнокровие. Оружие для испытания у меня до сих пор в руках. Если я чуть-чуть отклоняюсь от испытания, оно сразу же исчезает и возвращается в светилище жизни. Так что я действую по плану. Что мы здесь имеем? У нас есть вон те сферы, которые нужно поймать и притащить вот сюда. Как минимум одну сферу. И желательно поменьше, там какие-то здоровые они. Да, вон. Блин. Тут очень опасно, между прочим. Меня могут вынести с одного удара. Там еще и сундучки какие-то падают. Так, значит, бежим. Здесь безопасненько сверху. Нас так никто не достанет. Все, мы перешли на эту часть. Здесь пол сферы какой-то лежит. А, это чаша. Это даже чаша. Есть вариант, что я должен на эту чашу ловить сферы. Сейчас мы попробуем это сделать. Хоп. Поймали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все бесконтрольно, конечно. Надо очень аккуратно действовать. Потому что все может с этой чаши вылететь к чертям. Все. Маленькую сферку мы поймали. Надо ее как-то, я не знаю, вывалить. Выболись, пожалуйста. Вот она вывалилась. Главное, чтобы она не укатилась далеко. Также нам нужно поймать огромную сферу. И желательно сундучок. Сундучок. Ловлю, 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 ловлю. Не поймал. Еще разок. Попыточка номер два. Ловлю, ловлю. Поймал, нет? Нет, не поймал. Профукал все. Сундучок. Есть. Да, вывалился. Кажется, поймал. Да, отлично. Отлично, отлично. Тихо, 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 тихо. Ух. Стой, 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 стой. Стой, нет, не падай. Блин, на самом деле его можно было и стадисом поймать, но это было сложно. Что в сундуке? Взрывные стрелы. Отлично. Нам пригодится. Осталось последнюю сферу поймать. Сферка моя. Я твой тазик. Сейчас я поймаю ее. Поймаю, 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 поймаю. Блин, далеко слишком было. Все, ловлю. Ловлю, ловлю. Есть контакт. Поднимаем повыше. Давай, 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 давай. Отлично. Теперь осталось просто его сюда как-то. Вываливайся. Вывалить его не получается. Просто воспользуемся сундучком. Опа. Стой, 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 стой. Нельзя туда катиться. Катись обратно. Стоп. Это можно выкинуть. Есть контакт. Открылся сундучок. В нем лук средоточие. Значит, берем эту сферку маленькую и тарабаним ее туда, наверх. Но тарабанить ее нужно очень осторожно. Потому что в меня может съехать какой-нибудь булыжник. А то, поп, тихо, тихо, стоим, стоим, стоим. Есть шанс. Ух, с первого раза пробежал. Зашибись. Мы снова вернулись на великое платно. Теперь мы путь держим к следующей точке. Ближайшая это, наверное, вот эта вот. Надеюсь, по пути мы не встретим никаких бандюганов, скелетов или еще, что создаст для меня сложность. Вот, например, кабан. Ну, кабаны, они не страшны. Они меня боятся даже. Ну, вот и добежали. Они находятся наверху. Вот там вот, где костер горит, они там бродят. Ладно, пойдем. Будем разбираться. Здесь уже не бокоблины. Тут ящеры. Нужно действовать очень... Опс. Фух, успел. Но там есть другой. Черт, подери. Ребята, че... Кто-то там подорвался. Надо спрятаться. Куда-нибудь. Это было близко. Меня все-таки в меня плюнули. Короче, тактика не продумана. Ладно, попыточка номер два. И в этот раз я попытаюсь зайти через верх. Тут у нас бокоблин, который охраняет валун. Непонятно для чего. Сейчас мы его ошарашим. Готов. Валун мы скинем, он нам все равно не нужен. Теперь осталось только перепрыгнуть. Все, подобрался к ним максимально близко. Так, действуем дальше по плану. Блин, ты посмотри, здесь башня. И башня, точнее, страж. И страж действующий. Будет сложновато. Хотя у меня есть вот это вот орудие, которое с одного удара должно выносить всех. Попробуем. Я думаю, что нужно на параплане спуститься вон туда. Так. Есть. Вынесли его. Этого тоже вынесли. Теперь мы щемимся. Очень аккуратненько щемимся. Ой, сзади подбежали. Сзади, сзади. Ладно. Будем биться. Будем биться. На тебе. Блин, блин, блин. Главное, главное не плюйтесь. Ребят, главное не плюйтесь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это у нас с пикой. Так, постой. Подержи. Готов. А, вода, 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 вода. Блинский. В общем, осталось три ящера. Того, который на полянке бегал, я уничтожил. Вместе с ним тут ещё надо грохнуть вот эту. Всё, этот грохнут. Насчёт ящериц я погорячился. Их четыре. Я ещё одного не запалил. Короче, действуем быстро. Подбегаем к бочке, хватаем её. И просто кидаем вон туда. Есть! Подпалили им зад. Теперь щепимся. Ничего не было, ничего не произошло. Всё как надо. А вот с этим мы сейчас разберёмся. Это их главарь. Здорово. Хе-хе-хе-хе. Не ожидал. У тебя есть что-нибудь интересное? Рубинчики заберём. Так. Осталось ещё два толстых ящера. Бабочку заберём. Жар бабочка. Нифига еще. Ну чё. Ребятки. Подойдёте ко мне, нет? Или зассали? Сейчас мы его застанем с тобой. Есть. Сдох. Ещё один ползёт. Но он, мне кажется, не заметил. Да, он не заметил и убегает обратно. Ещё нам надо подстрелить вот этого. Есть. Готов. Чё-то я не понял. А, у меня не зарядилось оружие. О, вот это попадос. Всё. Кажется, всех. Всех уничтожил. А, нет, вон там ещё один ходит, смотри. Вон, полетели к нему. Шимысь! Вот так вот. По красоте. Остановка времени. Ух, какие там шипы. Здесь стазис нужен? Ну, по всей видимости, не только стазис, но ещё и магнезис. Что-то подталкиваем сюда. Заходим. А, там ещё одна железка была. Вон она лежит. Он просто её не запалил. Ну да ладно. Ой-ой-ой, падаем. Фух. Перебрались. А там вот сундучок есть. Сейчас попробуем его забрать. Лесной щит. Что у нас тут дальше? Ух, шестерёночки. Шестерёночки мои любимые. Ну, в принципе, их можно остановить. Остановите. А здесь вот так. Потом. А так. И ооо, как тут будет весело сейчас. Ооо. Даже не вспотел, я моё. Спокойненько пробежал. Ого. Я думаю, что нам нужно середину застанеть. Это будет... Так. Полетели. Летим, 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 летим. Есть. Здесь у нас закрыта дверь. А, это не дверь даже. Я понял. В принципе, всё. Надо спрыгнуть вниз, получается. Нажать на эту кнопочку и как-то... Ага, всё. Разбежался. Ловушку схватил. Бежим. Бежим скорее. Мне кажется, этот валун надо было схватить, да? Тихонечко пролазим. О, ё-моё. Как очкова-то, а? Тушь наберут. Так, да как там пропасть? Нужно этот валун катить, мне кажется. Чёрт, а он не катится. Как мило. Давай, толкайся вперёд. Толкнись. Мне нужна твоя помощь. Хотя, можно попытаться вот так вот. О, да. Больше ничего не нужно. Фух. Прошли. Прошли это испытание. Замечательно. О, наш старый друг. Каз, что ты тут забыл в моём сне? Не знал, что на этом заброшенном плато есть кто-то кроме меня. Рад встрече. Что с тобой? Что-то случилось? Ты хмурый, как... Как эта плата? О, прости, пожалуйста, не хотел тебя обидеть. Я понимаю, в путешествии всякое бывает. Знаешь, почему я сюда прилетел? Одна из старых песен посвящена герою с этого плата. Мне кажется, мы с тобой не случайно тут встретились. Хочешь послушать песню? С удовольствием. Я так рад. Внимай этой песни. Не разумом, но сердцем. По вулкану крадётся, купается в огне. По дюнам шагает. Пустынь королева. В небе лазурном чудо-птица парит. Воды чистые бурлят. В круг владычицы озёр. Но ждёт героя ещё одно чудище. Его рокот спугнёт лошадей. Мчись, герой просторов. Вдыхая воздух свободы. Я внимательно изучил записи своего наставника и нашёл эту песню. Больше всего меня смущает слово «рокот». Не могу представить себе этот звук. И почему упоминаются только лошади? Странно. Я взял за правило бывать в местах, которые упоминаются в песнях. Это вдохновляет меня на творчество. Были в записях учителя и другие песни. Так что мне придётся немало путешествовать. Обалдеть. Вот это ты мне песенку спел. Получается, что здесь, в Хайруле, есть ещё и пятое чудище. Редактор субтитров А.Сёмкин